Это программа Якутия день за днём на канале НВК Сахаи. Мы продолжаем обзор наиболее заметных и важных событий уходящей недели. В последнее время в столице участились случаи наездов на пешеходов. Людей сбивают на зебрах, а порой и вовсе просто стоящих на остановке или идущих по тротуару. Причины этих происшествий самые разные. Где-то пьяная езда, где-то превышение скорости и неумение водить. А иногда, как например в одном из последних случаев в Якутске, водитель тупо перепутал педали тормоза и газа. Сегодня мы расскажем не только о тех фактах ДТП, но и о том, как вести себя и что предпринимать пострадавшим в таких ситуациях. Куда обращаться, как грамотно зафиксировать всё то, что случилось, чтобы добиться потом справедливости. Репортаж Розалии Борисовой. Это ДТП с участием пешеходов за короткое время вызвал резонанс в социальных сетях. Автомобиль прямо на тротуаре наезжает на девушек. Одна из пострадавших, Диана, успевает отскочить после первого наезда. Но вера оказывается зажатая между фасадом здания и машиной. С момента ДТП прошел почти месяц, но девушки сегодня боятся выйти на улицу и стараются близко не подходить к проезжей части. А с каждого этого шума сзади я начинаю, короче, далеко ухожу. Сейчас я с детьми, например, не могу спокойно, нормально гулять, уверенно. Вот постоянный страх есть. Ну, даже на тротуаре. Ну, где угодно. Все равно страшно. В результате наезда обе девушки получили травму. У Веры сотрясение мозга, перелом ребра, открытые порезы. Диана ушибла поясницу. Зафиксированы разрывы связок. Ну, я не знаю, это правильно или неправильно. Я, вот, получается, все сапины, которые у меня были, я хотела зафиксировать. Но я тоже не знала, что можно, оказывается, пойти платно. Там, я думала, что участковый... Ага, мы говорили только через направление. И таких случаев, когда пострадавшие не знают, куда обратиться и что делать много. В результате теряется время, доказать вину водителя становится труднее. Хотя сегодня временные рамки не регламентированы, зафиксировать травмы лучше всего сразу после ДТП. Обратиться можно в любое медучреждение. Для этого не нужны специальные направления. По данным госавтоинспекции на территории города Якутска, за 9 месяцев произошло 355 ДТП, в которых погибли 19 человек. Получили травмы 434. Зарегистрировано 126 случаев наезда на пешеходов, в которых 7 погибли и 128 человек получили травмы. В законе сегодня четко расписаны действия автомобилистов. При ДТП, если есть пострадавший, водитель обязан начать оказывать первую помощь. По правилам Дорожного движения Российской Федерации, при любом дорожно-транспортном происшествии, водитель должен выставить аварийные знаки, сообщить во все службы, то есть в полицию, в госавтоинспекцию, вызвать скорую медицинскую помощь и оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия. И при этом еще оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Но почему-то главный пункт не оставлять места ДТП в реальности не всегда соблюдается. Так произошло и с Тамарой Кириллиной. Я выходила из 14-го автобуса. Автобус еще я не вышла, автобус отъехал. И одна нога у меня в автобусе, другая нога на остановке. И в итоге я упала и получила вот травму руки. Водитель не оставил, он высадил пассажиров, повез меня в травмпункт. Травматологи говорят, что это все равно останется, долго будет заживать, во-первых, и полностью не восстановится. Что касается самого водителя, он и руководитель маршрутного автобуса уверяют, они готовы помочь пострадавшей. А об ответственности ни слова. Виноват, не виноват, все равно здесь человеческий фактор, но все равно надо помочь, конечно. Но я ничего не говорю там, он виноват, не виноват. Раз такое дело, но все равно надо помочь. Теперь Тамаре Васильевне придется доказывать, что ДТП действительно было, и искать свидетелей. Как показывает практика, таких случаев немало. Водители в большинстве случаев стараются решить проблему на месте. Но в случае с автобусами все немного легче. При ДТП главная задача пострадавшего – запомнить маршрутный и госномер. Если не оказалось никого, то есть в салоне, он один, то отказывается всякое разное, то уже при медсверке нам со скорой медицинской помощи поступит сигнал, что обратился человек именно с автотравмой. То есть незамедлительно выйдет туда инспектор, опросит его. И опять же говорю, надо запомнить обязательно маршрут автобуса, государственный регистрационный знак. Потому что у нас сейчас маршрутные автобусы, они идут через единую диспетчерскую систему. То есть у нас отслеживается каждый автобус, который находится на линии. По данным госавтоинспекции, количество ДТП с участием автобусов ежегодно растет. С начала года в Якутске уже зарегистрировано 20 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 5 случаев больше. За 9 месяцев травм перед ДТП получили 20 человек. В связи с увеличением травмы ДТП, а также для обеспечения безопасности пассажиров, в салонах маршрутного такси до нового года появятся авторегистраторы. В каждом автобусе установят по 4 камеры видеонаблюдения. У нас сегодня видеорегистраторы пишут максимум час-полтора. У нас же обращение граждан идет, могут через неделю обратиться. Нам нужно большой объем информации иметь, и у нас будет с записью до 60 дней. Два месяца будет храниться видеозапись. Мы можем все это поднять. Но стоит отметить, правила нарушают не только автомобилисты, но и пострадавшие. Разрешая водителям довести себя до скорой, они сами затрудняют в будущем ход расследования. Чтобы доказать вину, необходимо, чтобы были соблюдены все правила. При ДТП в первую очередь нужно вызвать сотрудников ДПС, карету скорой помощи и никогда не соглашаться, если водитель предлагает довести до травмпункта. Розалия Борисова, Василий Соловью, Виталий Абрамов, Якутия. День за днем.